Занятие с детьми это то, что придает силы, признается Валентин Новиков. За штурвалом самолета мужчина провел 4200 часов. В послужном списке еще и десятки парашютных прыжков. В советские годы работал на гражданских рейсах. Также был инструктором, преподавателем и авиационным инженером. Как рассказывает наш герой, полетами заинтересовался еще в школьные годы. Знакомство началось с авиамодельного кружка. Сегодня авиатор-ветеран прививает любовь и передает богатый опыт новому поколению. Знакомит ребят с беспилотными летательными аппаратами. Это лишь одно из направлений авиационного клуба. Его воспитанник Олег учится в кадетском классе Воздушно-космических сил России. Квадрокоптер начал осваивать еще с зимы и уже владел техникой управления. Заряжаем батареи, запускаем и летаем, делаем. Пытаемся какие-то упражнения делать. Для юноши авиация пока только любимое увлечение. Но в клубе есть и ребята, которые уже твердо знают, что покорение неба несомненно станет делом их жизни. Егор, также ученик кадетского класса, с раннего возраста полюбил гражданские самолеты. А с началом спецоперации захотел стать военным летчиком. Решил поступать в Краснодар военное, летное. Мама сначала не очень не относилась, а потом смирилась уже. Отец сказал, куда захочешь, туда и поступишь. И наверняка навыки, полученные на занятиях в авиационном клубе, пригодятся в предстоящей сложной учебе. Все практически как в настоящем самолете. Такие тренажеры используются в авиационных училищах для первоначального летного обучения. Ребята здесь отрабатывают все элементы полета, взлет и посадка. Сложность этого упражнения заключается в том, чтобы плавно взлететь, плавно развернуться на одной высоте и скоростью, и плавно сесть. Также ребята собирают модели как на радиоуправление, так и более простые – планеры. Ну и, конечно, чтобы стать настоящим летчиком, инженером или конструктором, необходимо учить матчасть. Поэтому руководитель клуба Валентин Николаевич преподает школьникам историю авиации. Азы аэродинамики рассказывает и об устройстве двигателей самолетов. Обычно вот это летчик, это космонавт, а у нас остальные профессии, они не видны. Вот. Мы даем возможность и говорим, что там не только летчики и космонавты, а там есть инженеры, техники, рабочие разных специальностей, слесари, токари и так далее и тому подобное. То есть уже они знают, куда они могут пойти. Записаться в авиационный клуб могут ребята от 12 до 17 лет. Занятия проходят несколько раз в неделю, как в Белгороде, так и в селе Терновка Яковлевского округа. Кирилл Мусаев, Эдуард Горева. В такой день на Мире Белогория. Спасибо. Спасибо.